МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь дней в субботнем эфире на канале Беларусь 4 Брест. О событиях недели в Барановическом районе расскажу вам я, Ирина Замулко. Добрый вечер. И вот некоторые темы выпуска. Тонны мусора и несанкционированные свалки. Барановические дорожники знают, как с этим бороться. Нет вредным привычкам и алкоголю. Фестиваль здорового образа жизни прошел в поселке Городище. Помнят и помогают. Акция БРСМ поможем ветерану прошла в Барановическом районе. Все хотят жить в чистоте. Откуда же тогда на обочинах дорог и окраинах леса появляются тонны мусора и несанкционированные свалки, которые приходится убирать дорожникам? В Барановическом дорожном строительно-ремонтном управлении 136 ситуацию пытаются изменить с помощью установки видеоловушек. В объективы камер уже попало немало нарушителей. На дороге Новая Мышь, полонка, граница Гродненской области, довольно интенсивное движение. Ежедневно здесь проезжают тысячи автомобилей. Вот только любоваться местными пейзажами мешают горы мусора, которые после каждых выходных скапливаются на автобусной остановке неподалеку от дачных массивов. Неприятный запах, антисанитария и загрязненный лес, куда часть отходов разносится ветром. Частенько бывает крупногабаритный мусор, такие как старые диваны, холодильники, телевизоры, оконные рамы. То есть это каждый год у нас происходит и в дачный сезон, и каждый понедельник мы этим занимаемся, тем, что выбираем мусор отсюда. Я считаю, что это просто некрасиво, это показывает просто невоспитанность людей. Главные виновники сложившейся ситуации – дачники, которые предпочитают не заключать соответствующими службами договор на вывоз мусора, считая, что можно спокойно и безнаказанно превращать в помойку места общего пользования. Мы долго думали, как предотвратить дальнее нарушение, и было принято такое решение установить видеонаблюдение на именно местах большого скопления мусора, выброса мусора. Были зафиксированы факты, установлены лица и переданы видеоинформации для социалитарной службы Бурановского района для оформления штрафов и наказания виновных. Практически каждые выходные благодаря видеоловушкам выявляется около десятка нарушителей. Судя по кадрам с камер, видно, что мусорят и молодые, и пожилые – женщины, и мужчины – на дорогих машинах и не очень. Причем кто-то везет мусор не только с дачи, но даже из города. Но рано или поздно за нарушение приходится отвечать перед санитарными службами. Фотоматериалы, либо видеоматериалы направляются в наш адрес. Мы готовим запрос в ГОВД о предоставлении сведений о владельце данного автомобиля. По результатам ответа готовим повестки по месту жительства на владельцев автомобилей. Предусматривается статья 16.8 за размещение отходов в неустановленных местах, которая предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин на физических лиц. Кое-кто из нерадивых дачников уже расплатился за свою безответственность немалыми суммами. Но пока люди не осознают, что чисто только там, где не сорят, дорожникам по-прежнему придется отвлекаться от своих непосредственных обязанностей и убирать за теми, из-за кого наши дороги порой похожи на свинарник. Фестиваль здорового образа жизни, организованный отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского райисполкома, прошел в городском поселке Городище. О том, чем это яркое мероприятие запомнится местным жителям, узнаем прямо сейчас. Городской поселок Городище – самый крупный населенный пункт района. Еще в 2014 году подключился к международному проекту «Здоровый город – здоровый поселок». С тех пор здесь прошло немало профилактических мероприятий, призванных приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. За четыре года число пьющих и курящих местных жителей сократилось на 16,8% соответственно. И это еще не все. На следующий год у нас городской поселок Городище включен в программу «Деревня будущего», где на данной территории 38 объектов включены в реконструкцию и благоустройство. И вот этот парк, который находится здесь, в том числе, здесь будут и беговая дорожка, и детские площадки, и хорошее освещение. В общем, все то, что есть, и воркаутная площадка для молодежи, то, что сегодня востребовано. На фестивале здорового образа жизни каждый пьющиши нашел для себя что-то интересное и полезное. Здесь можно было получить консультацию у медицинских специалистов, послушать лекции о здоровом питании и профилактике различных заболеваний, поучаствовать в веселых спортивных соревнованиях и мастер-классах по гимнастике и хатха-йоге. Люди могут увидеть разные стороны, что здоровье – это не только одни врачи, это не только одни лекарства. Это разнообразная, интересная и полноценная жизнь. И что каждый человек может достичь, что-то взять для себя, именно находясь на таком празднике здоровья. Не обошелся фестиваль и без разнообразных выставок и конкурсов. Особой популярностью пользовались тематические фотозоны и беспроигрышные лотереи. Но своего рода гвоздем программы стали показательные выступления по верховой езде и джигитовке, которые зажгли интерес к конному спорту у большинства пришедших на праздник. Я считаю, что в городском поселке Городище должно проходить намного больше таких праздников. Я для себя сделала вывод, что алкоголя нет, наркотикам нет, курению нет. Я за здоровый образ жизни. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. И, конечно, очень важно помнить о них и поддерживать не только в праздничные даты. Акция Белорусского республиканского союза молодежи «Поможем ветерану» прошла в Барановичском районе. В честь приближения значимой даты столетия комсомола члены районной организации БРСМ взяли в руки ведра, грабли, тряпки и отправились делать добрые дела. И первым адресом, по которому высадился трудовой десант в рамках акции «Поможем ветерану», стала деревня Колдычева. Живущему тут Константину Владимировичу Середе уже 93 года. Справляться по хозяйству стало трудновато, поэтому помощь волонтерского отряда, говорит ветеран, как раз кстати. Ко мне часто приходят ребята. Они большую мне приносят пользу. Оказываю помощь по уборке двора, от снега, от мусора. Я вам благодарен за вашу помощь. Желаю вам всего хорошего. С не меньшей благодарностью предложение помочь с работой на приусадебном участке приняли и супруги Алиферка из городского поселка Городище. У ветерана Великой Отечественной Николая Константиновича больная нога, поэтому из дома он не выходит. Все хозяйство на Марии Степановне, а ей в одиночку никак не управится ни с обильным урожаем яблок, ни со скошенным сеном, ни с обломившимися сухими ветками, заполнившими участок. Это полезная помощь, очень пожелым людям, нужная. И дай Боже, чтобы она развивалась дальше и в большем масштабе. Мы очень довольны с мужем, что нам оказали такую помощь. Очень благодарны. Проделанной работой довольны и сами ребята. Когда-то традиция помогать ветеранам войны пошла симуровцев и комсомольцев. Сегодня эстафету приняли волонтеры БРСМ. Я считаю, очень важно помогать ветеранам, потому что если бы не они, то мы бы сейчас не были здесь. И в свободное время мы всегда приходим и помогаем им. Я считаю, что нужно помогать ветеранам, потому что многие из них живут одни и они уже не могут по состоянию здоровья убирать сами. Таких людей не нужно забывать, потому что многие из них прошли войну, у некоторых есть ранения, у них много медалей и благодаря им мы живем на свободной земле. В Барановическом районе на сегодняшний день насчитывается всего 16 ветеранов и волонтеры планируют регулярно навещать каждый дом, на котором пока еще осталась такая табличка. Акция «Лето книжных открытий-2018», которую на протяжении двух летних месяцев проводила Барановическая районная централизованная библиотечная система, подошла к концу. На книжном библиопикнике, прошедшем в честь ее закрытия в деревне Новая Мышь, побывали и наши корреспонденты. Торжественное закрытие акции «Лето книжных открытий-2018» собрало в парке деревни Новая Мышь немало юных любителей книги со всего Барановического района. Если в прошлом году в подобном мероприятии приняли участие около 60 человек, то в этом уже 82. Это говорит о том, что эта акция есть и будет жить. Нам очень приятно, что то новшество, которое мы ввели, а именно квест со взрослыми, уже 10-11 классы и взрослые населения дало свои результаты. Всего в нашем районе 35 библиотек, и от каждой библиотеки приняли участие как минимум по 2-3 человека. То есть это говорит о нашей масштабности. Участники младшей, средней и взрослой группы должны были на протяжении всего лета вести читательские дневники и выполнять разнообразные творческие задания. Им предлагалось не только писать отзывы о прочитанных книгах, но и изучать историю малой родины, составлять кроссворды, писать стихи и делать фотоколлажи. И на закрытии акции ее организаторы поощрили абсолютно каждого читателя. Но грамоты и памятные подарки в трех возрастных категориях получили те, кто действительно не представляет свою жизнь без чтения. Я очень часто хожу в библиотеку. Это, можно сказать, такое хобби – ходить туда, куда тебе нравится. Читаю я очень часто. Это, можно сказать, я уже за свои 15 лет прочитала весь фонд, который нам дала библиотека. Ну, я люблю читать художественную литературу и энциклопедии там всякие. И меня любо к чтению привела моя учительница Татьяна Михайловна. Ну, в первом классе я не так любила читать, а теперь я люблю. Я вообще не любила читать. Летом, когда я приезжала к бабушке, она мне рассказывала много разных красивых, интересных историй из книг. И она меня в первый раз завела в Меловийскую сельскую библиотеку к Зое Марковне. Это она смогла поверить мне в то, что книги – это просто волшебство. Закрытие акции «Лето книжных открытий» получилось по-настоящему ярким и веселым. Музыка, танцы, игры с ожившими сказочными героями, библиолото и различные викторины, беспроигрышные лотереи и мастер-классы. И без сомнения, такой праздник обязательно вдохновит ребят на новые творческие победы и свершения. И на этом у меня все. Хороших выходных и до встречи в следующую субботу в 18.00 на канале Беларусь и Теребрест в программе «Семь дней» Барановический район.